В этом видео я расскажу подробно об узлах и сборке самодельного кальяна ракеты и конечно покажу его в работе. Начнем со стойки. На ноги я наклеил небольшие куски пленки, чтобы они не царапались. К дну стойки приклеил кусок коробки для диска, чтобы жидкость или конденсат с колбы не попал на печатный плат. Плата полностью самодельная, травил ее в хлорном железе. Коротко расскажу о ее работе. Плата питается от 12 вольт. 12 вольт поступают на преобразователь напряжения и понижаются до 5. Для того, чтобы питать мозги Arduino Nano и нагрузку в виде светодиодов. Через разъем mini-USB можно закачивать различные варианты подсветки и управления. Arduino Nano в свою очередь управляет шестью транзисторами, три из которых отвечают за подсветку, а три за свет при затяжке. Каждый транзистор отвечает за светодиод, красный, зеленый или синий. Также есть реле для подключения мощных нагрузок и транзисторы, открывающие реле и включающие мотор. Все контакты выведены на штырьки в левый нижний угол платы. К ним мы подключаем коннектор от шахты кальяна. На корпусе шахты также стоит маленькая печатная плата. В основании установлено шесть трехцветных светодиодов. Все светодиоды соединены параллельно, питаются 5 вольтами, потому что к ним уже припаяны резисторы. Также тут болтается провод к датчику тяги и провод к джойстику. Это трубка кальяна, если вы еще не смотрели предыдущее видео. В идеале все должно работать от маленькой Arduino Nano, но при ее прошивке на плате две я уже испортил. Они не прошиваются теперь вообще. Для того, чтобы показать, буду использовать большую Arduino Uno. С ней таких проблем с прошивкой не было. Если вы знаете, почему так происходит, пишите в комментариях. Подключаю коннектор мотора. Сбоку сделал переброс проводов для мотора и приклеил их к внутренней стенке. Для установки мотора использую два винта М6 и П-образный алюминиевый профиль. Чтобы головка винта залезла в профиль, ее необходимо немного подточить. Входит. И выходит. Коннектор используют старого компа. Вот как все это работает в разобранном виде. В качестве колбы использую бутылку от грушевого компотика. Объем бутылки 1 литр. Наполнение по отметку у меня 700 миллилитров. При продувке кальяна дым через медную трубку и канал внутри шайбы выходит наверх. Через резиновую прокладку устанавливаю корпус клапана. При выходе из клапана дым делится на два потока. Через стальные закогулины я его опять запускаю в корпус шахты, где он делится еще на два потока. Один сбоку и один снизу. Вкручиваю порт для подключения шланга. И ставлю пронитовую прокладку из магазина сантехники. Она идеально подходит грушевому компотику. В качестве прототипа порта использовал вот такой штуцер елочка. Снизу получилось столько отверстий, потому что здесь у меня 8 винтиков крепления стального диска, 6 светодиодов, два отверстия выпуска дыма и отверстия под магниты на диске, но они не пригодились. На диске есть 4 выступа, как и на консервных крышках, и они обеспечивают соединение сколбы. Минимальный диаметр шахты получился в диффузоре и равен 15 мм. В верхней части шахты есть резьбовое отверстие для датчика тяги. Тело датчика вот такая деталь из дюрали с фторопластовой втулкой. Сам датчик это грузик и гайка. Датчик пружинный, пружинку берем из шариковой ручки. Датчик пружинный, пружинку берем из шариковой ручки. Винтиком затягиваю сам датчик внутрь корпуса. Для фиксации датчика использую контргайку. Винтиком затягиваю сам датчик. Винтиком затягиваю сам датчик. Замыкается на стенку и передает сигнал на плату. Вот так датчик прижимается во время затяжки. Подключаю датчик к плате. Использую обычный кальянный шланг с внутренним диаметром 12,5 мм. Оплетаю его витым шнуром для телефонной трубки. По нему сигнал от трубки и джойстика будет передаваться на плату. Датчик нетребователен к положению. На джойстике есть индикатор подключения. Из 9 кнопок использую пока только 3. Работа фоновой подсветки и датчика тяги. При тестах кальяна на пляже его ноги уходили в песок. Я решил сделать вот такую пластину. Внутри 3 колодца я использую для установки кальяна. Пластина крепится на магнит. Внешним колодцем планирую сделать крепление для переноса. В основании колпака сделаю отверстие, чтобы была циркуляция воздуха и прорезь для провода шланга. Изначально кальян я планировал под силиконовую чашу, но мне не понравилось то, что очень глубокая забитка. Я сделал несколько усовершенствований. Во-первых, я вставил втулку в центральное отверстие, увеличив диаметр с 10 до 12. И вставил вот такое кольцо из дюраля, увеличив глубину на 3 миллиметра. Но он все равно сгорает только сверху. Глиняную чашу не получается использовать совместно с датчиком тяги, потому что табак проваливается и остается на датчике. А вот такая керамическая вполне подошла. Буду показывать на ней. Какая чаша лучше подходит, можете оценивать сами. И сейчас мы приступим к сборке этого кальяна. Субтитры сделал DimaTorzok Помимо того, что мотором можно раздувать угли, так это еще и забавная игрушка. Субтитры сделал DimaTorzok На мультштуке я могу менять диаметр трубки с 12 до 4 миллиметров. То есть от кальянной тяги до сигаретной. Ну, это, скажем так, на любителя. И на видео разницу не показать. Зато видно, как мало дыма, если открыт боковой обдув. Показать выдув на светлом фоне не получилось, поэтому я сделал отдельно на темном. Субтитры сделал DimaTorzok Датчик приходится каждый раз мыть, потому что на нем оседает пепел. Если у вас есть идеи, как его еще можно реализовать, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok